Наталья Елецкая. Салихат. «Вай, Салихат, бедняжка! Мне шестнадцать, и меня некому защитить. Моя мать умерла так давно, что я её почти не помню, а мою любимую сестру Диляру отец выдал замуж прошлым летом, теперь она живёт в соседнем селе, и видимся мы редко. Я живу в доме отца и его новой жены, которая занята тем, что каждый год рожает по ребёнку, а однажды родила сразу двоих, одного за другим, с разницей в десять минут. Жубаржат почти не покидает своей половины. Она занята детьми и хозяйством, а когда нам удаётся перекинуться словечком, из страха перед мужем она даже пожалеть меня не смеет, не говоря уж о том, чтобы чем-то помочь. Ведь она не намного меня старше, а детей у неё уже больше, чем пальцев на одной руке. Да и зачем помогать? Никому это и в голову не придёт. Выдают замуж против воли? В Дагестане это обычное дело. Пусть у многих в домах телевизоры и телефоны, нравы в нашей горной долине остались такие же, как много веков назад. Мы живём по законам предков, подчиняемся обычаям. А если точнее, всё сводится к одному обычаю. Мужчина — всё, женщина — никто. Это мы, девочки, усваиваем, едва начинаем делать первые шаги, держась за юбку матери. Я знала, что рано или поздно это случится. Вступив в брачный возраст, стала жить в неотступном страхе, что однажды отец скажет «На тебя нашёлся покупатель». Правда, пока не выдали Диляру, я не сильно волновалась. Ведь по нашим законам сначала должна выйти замуж старшая сестра, а уж потом наступает черёд остальных девочек в семье. Если бы её никто не засватал, я бы тоже осталась старой девой. Пусть бы даже за мной выстроилась очередь. Но со дня свадьбы Диляры мне не стало покоя. Изнурительный труд с утра до вечера лишь немного притуплял этот страх. Да ещё робкая надежда, что отец пожалеет меня и позволит самой выбрать суженного. Глупые мечты, недостойные честной девушки. Позволь мне, отец, такое, и позору не оберёшься. Старейшины села отвернутся, про наш дом станут говорить нехорошее. И поэтому я смирилась, как смирилась Диляра. А перед этим наша мать. А перед ней мать нашей матери. Ожидание неизбежного так отравляло мою жизнь, что, клянусь Аллахом, я испытала облегчение, когда увидела входящую во двор Расиму Апа. Да. Лицо у неё было такое, что я сразу всё поняла, и тотчас опустила голову как можно ниже, сделав вид, что занята замесом теста для чуду. Чуду. Тонкие пресные лепёшки с начинкой. И не замечаю ничего вокруг. Расима Апа удовлетворённо кивнула, шествуя мимо меня в своих просторных одеждах, скрывающих дородное тело. Она вошла в дом, и вскоре отец позвал меня в залу, где принимал только дорогих гостей. Вот тогда я и узнала, что сосватана за Джамалуддина Ата, которому Расима Апа приходится родной тётей, и который полгода назад убил свою жену. Глава первая. Отец не позволяет детям туда ходить, да и большинству гостей тоже. Когда жители села приходят в дом, отец принимает их в кухне, а если визитёры женщины, они через боковую дверь идут сразу наполовину жубаржат. Расима Апа — исключение. Возраст и положение позволяют ей говорить с мужчиной с глазу на глаз, особенно по такому важному поводу, как сватовство. «Живём мы скромно. Отец говорит, что выставлять на показ достаток — харам, грех. Поэтому в моём сундуке только два повседневных платья, которые я чиню в случае надобности, и одно выходное. Платков у меня около десятка, ведь их нужно стирать ежедневно, не дай Аллах кто-нибудь увидит пятнышко, да и стоят они немного, поэтому отец покупает мне их время от времени. А я бережливая. Вещи меня любят, как говорит жубаржат. Ей-то вечно требуются обновки. Косметикой я не пользуюсь. Ходить на крашеной считается одним из самых ужасных грехов для незамужней девушки. Такая никому не будет нужна. Мне бы хотелось иметь хоть одну из тех красивых вещиц, что я видела у двоюродных сестёр, когда ездила в Махачкалу навещать тётю. Но отец в ответ на мою просьбу нахмурился и сказал только одно слово «харам». А это равносильно строжайшему запрету, нарушение которого жёстко карается. У нас нравы суровые. За помаду девушку могут прилюдно побить, и никто за неё не вступится, наоборот, ещё и осудят. Абдул-Жамал, так зовут моего отца, не всегда жил в достатке. Когда мы с сестрой были ещё маленькие, он, если находился в добром настроении, рассказывал истории из своего детства. И один раз я даже заплакала от жалости к нему, настолько тяжёлой была его жизнь, пока он не стал сам зарабатывать на хлеб. Абдул-Жамал, а с ним девять его сестёр и двое братьев, вместе с родителями ютился в маленьком домике у подножия гор. Из пяти лет в любую погоду помогал отцу пасти овец. Но овцы не принадлежали семье Абдул-Жамала. Его отец был лишь наёмным пастухом. И вот однажды, когда оба заснули, разморённые полуденной жарой, кто-то украл почти всех овец из стада. Отцу Абдул-Жамала нечем было возместить убыток, его жестоко избили. Он долго лежал в больнице, и всё это время семья жила впроголодь, питаясь лишь тем, что росло в огороде. С той поры Абдул-Жамал твёрдо решил, что придёт день, когда его семья не будет нуждаться. Но прошли долгие годы, прежде чем это и в самом деле произошло. Мама была совсем юной, когда отец на ней женился. За четыре года она успела родить ему лишь двух дочерей. И умерла, рожая мальчика, который не прожил и дня. Горевал отец недолго. В наших краях мужчине нельзя без жены, которая ведёт хозяйство и смотрит за детьми. Поэтому на исходе положенного срока он привёл в дом Джамилю. Джамиля прожила с нами чуть больше трёх лет. Она была добра ко мне и деляре, и хорошо справлялась с домашними обязанностями. Вот только никак не могла зачать. Отец хотел сына, поэтому он развёлся с Джамилёй и отправил её обратно в родительский дом. А для женщины нет большего позора, чем быть отвергнутой мужем. Говорят, Джамиля от отчаяния подалась в город и там пошла по кривой дорожке. Но, думаю, это наговоры дурных людей. Она была правоверная мусульманка, наша первая мачеха. С появлением жубаржат всё изменилось. Не прошло и года после свадьбы, как она родила первенца, Азима, что в переводе с арабского значит «великий». Отец на радостях подарил молодой жене несколько отрезов со стеклярусом на нарядные платья. Видимо, жубаржат понравились отрезы, и она захотела ещё, потому что ровно через год появился Гусейн, за ним близняшки Шамиль и Шахбас, и только потом одна за другой две девочки-погодки, наши любимые сестрёнки Аделя и Шамсият. Не успевает уже баржата подать после рода в живот, как через несколько месяцев опять надувается, словно шар. Она почти не выходит из дому, боится дурного глаза. Не все женщины могут похвастаться такой плодовитостью, поэтому за водой на родник и на работу в поле всегда ходили мы с Дилярой. Но мне это нравилось, ведь больше у нас не было поводов, чтобы выйти из дому. Когда Диляра вышла замуж, работать пришлось больше прежнего. Теперь я хожу на родник в дальнем конце села по три, а то и четыре раза в день, ведь воды требуется много. Жубаржат готовит еду и купает детей, а я мою полы и посуду, стираю на всех. До родника с пустыми ведрами десять минут ходу, обратно в два раза больше. Идти надо медленно, чтобы не расплескать воду и смотреть себе под ноги. Но не только, чтобы не споткнуться, а потому что так положено. Молодая девушка не может поднять взгляд выше кончиков своих туфель, даже если на дороге кроме неё никого нет. А уж когда на скамейках у своих домов с утра до вечера сидят старики, они всегда найдут, за что осудить девушку, даже если она в юбке допят и платок полностью скрывает её волосы. Так что лучший способ уберечься от греха, не допускать даже вероятности греха, так говорит мой отец. И я с ним согласна. Пока дела у отца шли не так хорошо, мы с сестрой всё лето работали в поле. На коленях ползали вдоль бесконечных грядок, уходящих за горизонт, выдёргивая сорняки, рыхляя землю, а потом собирая урожай. Пальцы трескались до крови, платки выгорали на солнце, а кожа шелушилась от обезвоживания. Когда жара становилась нестерпимой, мы возвращались домой и помогали жебаржат, торопясь, чтобы к приходу отца ужин был готов, а дом чисто убран. Мы так худели за летние месяцы, что одежда болталась на нас, а глаза западали. Когда несколько человек спросили у отца, не заболели ли мы, он испугался, что люди решат, будто он морит нас голодом, и никто нас таких не засватает. Тогда он нанял сезонных помощников, а нам предоставил заниматься домашней работой. Я стала вставать не в 4 часа утра, а в 6. Не спеша по утренней прохладе шла за водой, готовила завтрак, пила с дилярой чай в тени раскидистого абрикоса, и только после этого начиналась обычная круговерть помыть, постирать, убрать. В течение дня, если отец отсутствовал, можно было ненадолго зайти к жубаржат, поиграть с малышами, обсудить насущные дела, а заодно угоститься за сахаренными фруктами, которыми отец иногда баловал жену. Детям он никогда не покупал лакомств, считая это расточительством. Диляра недолюбливала жубаржат. Не знаю почему, спросить я не решалась. А вот мне мачеха понравилась сразу, и я старалась помогать ей с детьми и уборкой, если у меня оставалось свободное время после всех дел. Когда диляра нас покинула, мы с жубаржат еще больше сблизились. Правда, отец не догадывается об этом. В его присутствии мы не смеем и словечком перемолвиться. Когда он избивает одну из нас, другая не вмешивается, твердо усвоив, вступишься, сразу получишь свое. Отец не трогает жену, лишь когда у нее живот уже такой огромный, что она того гляди начнет рожать. Тогда он ограничивается тем, что кричит и замахивается на жубаржат. Но я все равно каждый раз закрываю глаза, чтобы не увидеть, как тяжелый кулак опустится ей на голову. Вдруг в этот раз отец не сдержится. А вот мне всегда достается сполна. Повод может быть любой. Не доварила хинкал, плохо выгладила рубашку, задержалась возле родника дольше положенного, наверняка заглядывалась на парней нечестивая. Не кинулась выполнять распоряжение отца с должной поспешностью. Я научилась молниеносно уворачиваться от летящих в меня калош, палок и алюминиевых мисок и терпеть боль от ударов, чем не попадя, если отцу удается меня поймать. Все считают его добрым. Он очень редко избивает нас до потери сознания, чего не скажешь о других мужчинах, крики жен и дочерей которых давно стали привычными звуками на нашей улице и на которые никто не обращает внимания, как на кукареканье петуха или лай собаки. За тяжкую провинность женщину могут приговорить к смерти, и никто за нее не вступится. Вот же Малудината убил жену, и ничего ему за это не было. Теперь он снова решил жениться, и его выбор пал на меня. Если бы он убил Захруна полгода раньше, он бы тогда засватал не меня, а Диляру, старшую дочь, Абдул-Жамала Азизова, и к тому же более красивую, чем я. Но когда сватали Диляру, жена Джамалудината еще была жива. Вот так и получилось, что Диляре достался добрый и спокойный муж, который со дня свадьбы ее ни разу пальцем не тронул. А я уже четыре дня трясусь от страха, прекрасно понимая, что меня ждет. «Салихат!» Я захожу в комнату, втянув голову в плечи, и, не поднимая взгляда, от выскобленных до бела половиц останавливаюсь перед отцом. Он опирается на стол одной рукой, колени широко расставлены. Я знаю, что за его спиной же баржак, хотя я не вижу ее. Опустила глаза. «Тебе понадобится все, что полагается к свадьбе». «Это не вопрос, это утверждение, и я молча киваю, соглашаясь. Если я сейчас заговорю, из глаз польются слезы, и тогда в меня наверняка полетит что-нибудь, до чего отец сможет дотянуться». «Свадьба через две недели». «Так скоро?» Я цепенею от ужаса. «Я надеялась, что это произойдет ближе к зиме или хотя бы ранней осенью. А теперь только июнь. В свой день рождения я проснусь уже замужней. О, Аллах, почему ты посылаешь мне такое испытание?» «Может, еще не поздно все исправить». «Отец!» умоляюще шепчу я. Жубаржат за его спиной, делает страшные глаза и мотает головой, но я не обращаю внимания, ведь сейчас решается моя судьба. Хотя на самом деле она уже давно решена. В день, когда я появилась на свет. «Отец, пожалуйста!» «Ты что сказала, Салихат?» Брови отца сходятся на переносице, это очень тревожный знак. Но страх перед скорым замужеством лишает меня остатков разума. «Прошу, не отдавай меня Джамаладзину, ата! Ты знаешь, что он сделал со своей женой!» «Его жена была шлюха!» Слова, хлесткие как плеть, вылетели из отцово рта вместе со слюной и получила по заслугам! «Если ты сделаешь, как она, я сам тебя убью, а не твой муж, ты поняла?» Я киваю, хотя я не знаю, что именно сделала покойная Захра. Ноги дрожат противной дрожью, руки липкие от пота, я кусаю губы, чтобы не разрыдаться. Это была единственная попытка сопротивления. На большее я не способна. И отец это прекрасно понимает. Помолча в какое-то время, достаточное, чтобы я пришла в себя, он продолжает спокойным голосом. «Через неделю из Махачкалы приедет твоя тетя Мазифат, привезет свадебный наряд и останется помочь с торжеством. Перед свадьбой из соседних сел приедут другие мои сестры, которых мужья согласились отпустить. Гости приедут отовсюду. Еду придется готовить несколько дней подряд. Со стороны Джамалу Дина будет много родственников, он уважаемый человек. Не хочу, чтобы люди потом судачили за моей спиной, будто я пожалел чего-то для дочери. Теперь можешь идти. Если к моему возвращению хинкал не будет горячим, шкуру спущу». Не припомню, когда в последний раз отец обращался ко мне с такой долгой речью. Сегодня он уделил мне целых 10 минут. Обычно все происходит куда быстрее, сначала приказ что-то сделать, потом расправа, когда на тебя сыплются колотушки. Минуты длятся бесконечно. Но чаще всего он просто молча смотрит на меня одним из своих грозных взглядов, и не нужно слов, чтобы я опрометью кинулась выполнять то или это. Я иду, ничего не видя вокруг, спотыкаясь, как слепая. А чая неплотная, как тесто для хинкала, залепила мои глаза и легкие, так что я ничего не вижу и почти не могу дышать. До этого момента во мне теплилась робкая надежда, что отец передумает, что не сможет он отдать меня убийце, даже если Джамалуддин Атапа обещал ему объединить деньги в бизнесе. Я отказываюсь верить, что меня продали, словно вещь, завалявшуюся на полке магазина. Странно, но мысль о том, что многих девочек на нашей улице охотно отдают замуж за первого посватавшегося, лишь бы поскорее сбыть с рук, а не ради денег, не внушает мне такого отвращения, как сделка между отцом и Джамалуддин Атапа. Я забиваюсь в укромный уголок под навесом, где отец хранит инвентарь, чтобы он не увидел, что я прохлаждаюсь. Хочу немного посидеть в тишине и спокойно подумать. Надо, чтобы руки перестали трястись, а тело исходить липким потом. Может, не все так страшно, как кажется, если хорошенько подумать, в этом замужестве наверняка найдутся и положительные стороны, ведь все события посылает на Малах, да не оскудеет милость его. Вспоминаю все, что слышала о Джамалуддине Ата, но прежде пытаюсь представить его лицо и... Не могу. Я попросту никогда на него не смотрела, хотя мы встречались иногда на улице. Всякий раз я так поспешно опускала голову, что успевала заметить лишь внушительную фигуру и крупные руки с пальцами, поросшими волосами. Именно эти руки задушили несчастную Захру. Я вздрагиваю, тотчас прогоняя ужасную мысль. Не хочу об этом думать, не хочу. Я не знаю, красивый Джамалудин Ата или нет, совсем старый или не очень. Его старший сын недавно женился, отец гулял на свадьбе, рассказывал потом, как все было хорошо организовано, не стыдно людям в глаза смотреть. Значит, Джамалудин Ата никак не может быть молодым. Повезло Диляре. Мало того, что муж ее не бьет, так он еще и одних с нею лет. Может, поэтому они так хорошо живут, и Диляра не нарадуется. Одно только плохо. Беременность все не наступает, а свекровь разносит дурные сплетни о сестре по соседнему селу. Возвращаюсь мыслями к будущему мужу. Его дом стоит на краю села, почти у самого родника. Теперь мне не придется далеко ходить за водой. Дом обнесен высоким забором. Со двора на улице свешиваются ветви абрикосов, летом густо усыпанные спелыми плодами. У Джамалудина Ата есть машина, новая десятка, на ней он каждый день уезжает по делам. Дорога в город проходит мимо нашего двора, так что я наверняка это знаю. Значит, дома он бывает не так уж и часто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова